Ребята, и снова всем привет! В этом видео вместе с вами пообщаемся о том, для чего эти транспортировочные болты нужны, как их выкрутить и как их обратно вставить на место. Допустим, вы только что купили стиральную машинку, занесли ее к себе в квартиру или в дом, и вы должны обязательно обратить внимание, на задней части вашей стиралки вкручены транспортировочные болты. Для чего они здесь вкручены? Сейчас разберемся, чтобы у вас не возникали вопросы. Смотрите, когда вашу машинку к вам везут из магазина, чтобы во время вибрации вот этот барабан не повредился, его фиксируют сзади транспортировочными болтами. И какую картину мы сейчас имеем? Смотрите, барабан то сам по себе крутится, вращается, но если вот так вот его подергать, пошатать, он не ходит туда-сюда. То есть, у него нет свободного хода в разные стороны. Во время транспортировки машина едет по кочкам, бьется, барабан расшатывается и повреждается. Поэтому для этого его задней стороны фиксируют. Теперь давайте посмотрим, как открутить транспортировочные болты. И когда открутим, посмотрим, как себя будет вести этот барабан. Берем ключик на 10, лично у меня на 10. Дальше. Против часовой стрелки вот таким образом выкручиваем. Не бойтесь, вы все правильно делаете. Вынимаем. Смотрите, видите, я потянул болт. Желательно так не делать, желательно с резинкой вот с этой вынимать. Почему? Потому что вы можете болт этот вытянуть, а вот эта часть, вот эта часть, она может упасть вовнутрь. И вы перепугаетесь, будете не знать, что делать. На самом деле, ребят, бояться нечего. Если она провалилась, вы просто будете понимать, что она уже находится на полу. Поднимаете вот такую стиралку, вот, и достаете ее оттуда. Там на дне пустота, там нет ничего. Поэтому, если отвалился, вот эта часть отвалилась пластиковая, вот смотрите. Теперь смотрим. Она может быть, смотрите, она может быть вот здесь в уголку. Вам нужно будет подвезть, может на пол упасть, а может упасть на дно, на бока, которые усилены металлом. Поэтому имейте в виду, вот она она. И таким же образом поступаем со всеми болтами. Их четыре. Раз, два, три, четыре. Выкручиваем их. Обязательно выкручиваем. Сейчас покажу, почему. Теперь давайте посмотрим, болты-то выкрутили. Как себя будет вести сейчас барабан. Смотрите. А вот теперь пошла его вибрация. То есть, он из стороны в сторону ходит. И это нормально. Во время стирки он так и должен ходить. Если вы болты забудете выкрутить, то он повредится. Что будет дальше, я не знаю. Мы до такой степени еще не умудрялись довезти стиральную машинку. Но в ютубе есть видео. Посмотрите, что может произойти, если не выкрутить транспортировочные болты. Устанавливаются болты. Вот посмотрите. Вот внутри есть отверстие, куда вам нужно попасть вот этим вот болтом. То есть, ничего не разбираем, ничего не снимаем. Вот так вот болт собран. И вы должны аккуратненько попасть. То есть, чтобы куда было кручивать болт. Пробуйте вот так вот от руки. Если не получилось, то вынимаем и пробуем опять прицелиться. И опять вставляем. Значит, пробуем направлять болт. Берем ключ на 10. У меня на 10. У вас, я не знаю, как будет происходить дело. То есть, видите, не попадаю. Не попадаю, не могу прицелиться. Видите? Вот сейчас попал. Видите? Болт оттопырился вот. И поэтому сейчас я буду пробовать его вручную. Пока есть возможность накрутить. Вроде бы попал. Дальше он не идет. Теперь беру ключик. И вот таким образом я его затягиваю. Друзья, надеюсь, все доступно и понятно вам объяснил. Давайте посмотрим еще раз, как они выглядят. Также, ребят, если вы только что купили стиральную машинку. И, допустим, у вас еще не подготовлен трубопровод. То есть, вы сейчас не можете подать воду на машинку. У вас еще нет трубы, выведенной на воду. И у вас нет еще канализации, выведенной на стиралку. Поэтому не расстраивайтесь. У нас есть видео, как можно стирать без канализации и без трубопровода. В конце появится прямоугольник, нажмете на него. А также и сейчас появится вот здесь рекомендашка. Можете нажать, перейти и посмотреть. Ничего сложного нет, ничего сверхъестественного нет. Мы таким образом уже стирали несколько, десятка фраз. Так как в нашей жизни происходили ситуации, что нам нужно было переезжать в квартиры, где не были подготовлены коммуникации. В этот раз мы также переехали, купили квартиру. У нас коммуникации не было. Но, соответственно, стирать же тоже нужно. Правильно? Правильно. Поэтому этих коммуникаций никаких не было. Мы стирали без них. Как это все делать? Есть отдельный видос. Поэтому имейте в виду, если что, перейдете. Ну и, конечно же, ребят, поставьте свой лайк. Надеюсь, вам видос понравился. Надеюсь, все доступно объяснил. По ключу, я, по-моему, сказал вам, да? Десяточка ключ. Сейчас давайте еще раз посмотрим. Вот он, обыкновенный рожковой ключик. Десятый ключ. Вот он, десяточка. Сейчас, вот. Поэтому имейте в виду. У меня ключик десяточка подходит. Возможно, у вас какие-то будут другие болты. Допустим, на 12. Я точно не знаю. Модель стиралки Indesit. Укажу в описании полную модель. На этом все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Оформляем подписочку. Всем до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok